Семь человек с различными травмами доставили в больницы города вчера вечером. Все они пассажиры маршрутного автобуса, который перевернулся на углу улиц Ризовской и Раскидаиловской. На месте происшествия собралась толпа не менее ста человек. Подробнее о требованиях разъяренных людей и причинах громкого ДТП в сюжете Сергея Бандура. Резонансная авария с многочисленными пострадавшими. На улице Раскидаиловской перевернулась маршрутка с пассажирами. На перекрестке в нее въехал внедорожник. Квартал, в котором произошло ДТП, отцеплен полицией. На месте работают правоохранители, спасатели и медики. Происшествие получилось громким. Я быстро подбежал и увидел, что люди начинают вылазить. Один ребенок, но не пострадал. Он очень в шоковом состоянии. И некоторые люди просто кричали и не знали, что делать. В одной из скорых первую помощь оказывают пожилому водителю перевернувшегося микроавтобуса. До этого в больнице города уже забрали семерых его пассажиров. Среди пострадавших несовершеннолетний ребенок. Сам Виктор от госпитализации отказывается. Говорит, уйти от столкновения просто не получилось. Восстановить картину происшествия особого труда не составило. Буквально через час по сети уже гуляло видео с камеры видеонаблюдения, которое запечатлило момент столкновения. На записи четко видно. Водитель Хюндая не пропустил ехавшую по главной маршрутку. Во время падения микроавтобус чуть не зашиб трех пешеходов. Местные говорят, перекресток очень опасный. Каждый день здесь ДТП. Мы неоднократно писали, звонили, требовали от властей, чтобы что-то предприняли. Никто ничего не делает. На месте аварии собралась изрядная толпа. Люди возмущены дорожной обстановкой. На глазах днем, не ночью. День, они вылетают и столкновения. Через день опять авария. Понимаете, у нас уже дети боятся на улицу выходить. Потому что мама, машина перевернется. Я боюсь за рогу перейти. Я боюсь, а взрослый человек, я боюсь за рогу перейти. Мы все в шоке. Жильцы квартала говорят, практически в каждой семье есть пострадавшие на этом перекрестке. Если в ближайшее время городские власти не наведут тут порядок, обещают перейти к более радикальным действиям. Ну, это беда, ребята. Мы, если власти не отреагируют, там, в ближайший день не выйдет какой-то там наш депутат, не помню кто сейчас, неважно. Если он не придет к нам, мы будем перекрывать улицы. Мы не дадим общественному транспорту ездить. Пожалуйста, услышьте нас. Мы требуем простую вещь, лежащий полицейский или светофор. Если нужно будет, мы пойдем под горы с полком просто. Чтобы доказать серьезность своих намерений, сегодня на шесть вечера решили перекрыть движение на перекрестке. Так что, если планируете проезжать в районе Староконки, стройте альтернативный маршрут. Побывали на месте ДТП Сергей Бандур, Андрей Дьяченко, 7 канал.